исходящую от, как называемый, источных вод, решил, это правда или нет. Ольга Николаевна. Я не могу сказать однозначно так, как вы сейчас это сформулировали. Я просто хочу изначально сказать, что полигоны для хранения технологических отходов для очистных сооружений должны существовать согласно СНИКу. Любое очистное сооружение канализации должно иметь площадку, полигон, оборудование специально для того, чтобы там складировать технологические отходы. И согласно СНИКу, в свое время, когда строилась северная станция Рассе, был организован этот полигон. И полигон этот был организован в том месте, которое было указано в соответствии с строительным планом, то есть вдали от городской застройки. Там действительно была лесополоса. И потом, где были организованы два этих полигона, вот полигон наш конкретно, водокональский, и полигон от города пятовых отходов. Значит, то, что дальше были даны разрешения на строительство этих новых, значит, районов, которые приближались к конечному итоге с городу, и город приближался, вернее, к нашему полигону, это уже, скажем так, наверное, была проблема не наша, да? И то, что в конечном итоге была вырублена лесополоса, которая образовала просто настоящую аэродинамическую трубу. То есть даже нету ветра, по закону физики, воздушные массы, они все равно в любом случае будут двигаться в этом направлении. То есть это, скажем так, комплексное решение проблем города, да, оно не было, как бы, решено без учета каких-то либо признаков, ну, характеристик, признаков, и не было вот четко оценено действие и последствия. Полигон, а вот...